итак дорогие друзья доброе утро добра добрейшая веселейшие счастливейшие утра слава богу да первые слова когда просыпаешься нужно говорить модель или фанеха благодарен я перед тобой было хавика ям царь живой и сущность шейх из арта биниш матибах и младше вернул ты в меня мою душу раба ему на тэхо велика моя вера в тебя зачем эти слова нужно говорить интересно это первое вот первое что нужно произносить просыпаюсь благодарность всевышнему зачем что богу нужна благодарность богу не нужна благодарность богу и так ему он создатель творец хозяин мироздания зачем ему благодарность каждого из людей когда ты это говоришь что ты растешь с этими словами вода каждое слово одно строит тот мир в котором ты находишься и когда ты говоришь модель и благодарен я в этот момент ты строишь мир благодарности то есть ты как бы строишь такой себе начало дня как такая зарисовка знаете как когда когда ты загружаешь программу в компьютер вот и перезагрузил компьютер и загружается эта программа и ты значит перезагружаешь и он всплывает до всплывает как бы заново вся вот программа загружается у тебя все такое всплывает 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 точно так же когда человек просыпается утром то он как будто бы подгружает в свое восприятие мир да то есть он же ночью спал его не было и он находясь ночью он как бы отсутствовал потом он входит в сознание до сознания к нему вас возвращается и значит и у него как бы подгружается новая картинка мира как человек оживает заново каждый день вот он каждый день оживает заново как в новом мире говорят что сон это одна шестидесятая час смерти и вот когда ты подгружаешь включаешь этот новый мир первые слова если ты говоришь моде онили фанеха благодарен я перед тобой мэл и хайв и каян царь живой сущный шейхизар таби что ты вернул в меня душу мою то есть ты дал мне возможность проснуться у меня это чудо каждый раз что мир встает в голове и ты не забыл ничего у тебя этот мир ты в нем способен функционировать это огромное чудо ежедневное чудо просыпания раба и монотеха велика моя вера в тебя и вот здесь вот это вот ему на ему надо вера она это то что держит мир у каждого из нас есть мир в котором человек верит вот есть люди верят они там есть атеисты он верит вот в такую модель мира другой верит в модель мира что мир это джунгли он верит в другую модель мира 3 верит в модель мира что значит всевышний сотворил мир и вначале бог сотворил небо и землю и так далее, то есть как религиозный человек, он верит в такую модель мира и в этой модели мира у человека есть внутри модель себя, а кто я в этом мире, и все это держится вот силой эмуны силой веры, и когда спрашивали, вот в Талмуде несколько раз задается вопрос, на какой заповеди, какая заповедь самая главная в Торе есть известный ответ Хавакука пророк Хавакук, он говорил так цадик б эмунато и е, тих е не помню, вот, в общем цадик верой своей будет и е будет жить, цадик верой своей будет жить, да, то есть что значит цадик праведник верой своей будет жить, что его вера она его присоединяет к источнику жизни к Богу, и он присоединяется своей верой к Богу и как эта вера выражается в том, что он изучает Тору выполняет заповеди Бога И он верой своей будет жить Теперь, а когда спросили Раби Ативу В чем, какая заповедь самая главная в Торе Самая главная заповедь в Торе, сказал Раби Атива Это Ваавта Лереха Камоха Значит, и возлюби ближнего, как себя Так сказала Раби Атива, великим был мудрец Раби Атива И, значит, был еще такой мудрец, звали его Илель Илель Азактет И вот этот Илель, к нему пришел один человек Который говорит ему, он был не еврей И он говорит, послушай, я ищу Бога И я вот думаю присоединиться к Богу через Тору Через еврейский народ, не присоединиться В общем, я сейчас думаю на эту тему Ты можешь мне объяснить, объяснить всю Тору Пока я стою на одной наде Так сказал этот нееврей, сказал Илелю Это был глава еврейского народа И Илель ему говорит, знаешь, говорит Если объяснить всю Тору на одной наде То это будет так То, что ненавист на тебе, не делай другому Ближнему своему То, что ненавист на тебе, ближнему не делай А все остальное, это уже подробности Как это выполнить В общем, иди и учи Теперь, значит, вот Почему сделаю это предисловие Мы сейчас изучаем книгу, которая называется Лашонара Лашонара, злоязычие Законы Шмирата Лашон Как сохранять свой язык, чтобы не говорить лашонара Чтобы не говорить злоязычие И получается, что если главная заповедь в Торе Как сказал Раби Атива Ваавта лереха камоха Возлюби ближнего, как себя То получается А потом идет заповедь Например, мы два раза в день говорим Шма истраэль Ваавта и ташем лукехи Возлюби Бога Всесильного твоего То получается, есть такое понятие, как любовь Что такое любовь? Любовь в Торе это Аава Аава это как соединение Соединение, да, соединение Аава И интересно, что дематрия Числовое значение слова Аава Это 13 Если взять все буквы, посчитать У каждой буквы есть цифровой код Получается 13 И слово Эхад Один Один, един, единство Это тоже числовое значение 13 Получается, Аава Любовь Это то, что соединяет В одно целое И получается, что Когда мы с этой точки зрения Посмотрим на то, что сказал Раби Атива Ваавта И возлюби Лереха Ближнего твоего Камоха Как себя Получается, что Вначале человек должен возлюбить себя Соединиться с собой То есть Увидеть в себе Вот эту вот душу Которую Часть Всевышнего Увидеть в себе Вообще, как все работает Да И полюбить Полюбить это Потом Он может тогда возлюбить ближнего Если он умеет любить себя Он может возлюбить ближнего Когда он может возлюбить ближнего Он может возлюбить Бога То есть Оно все это идет вместе А теперь А что рушит Что является главным препятствием Ненависть Которая выражается В злоязычии Поэтому Хафетсхаим Который прожил 100 лет И который Называется Жаждущий жизни Да То есть Его имя переводится Хафетсхаим Это Жаждущий жизни Он написал эту книгу Которую мы сейчас изучаем Для того Чтобы мы Избавились От вот этого яда Зла Который ведет к смерти И что является этим ядом И злом Злоязычие Которое рушит Любовь Которое рушит Рушит Единство Да То есть Вот это злоязычие Оно как раз Сплетни злоязычия Это то что рушит 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 То что соединяет людей И Даже если это правда Но Человек ее Произносит И обижает другого То это злоязычие Это все равно рушит Понятно Теперь давайте разбираться Важность Понятная Это самая важная вещь То что мы сейчас изучаем Это важнее всего Теперь давайте разбираться В деталях То что сказал Елель Своему вот этому вот Человеку Который пришел к нему Чтобы Узнать Что главное в Торе Он сказал То что ненавист на тебе Другому не делай Теперь надо понять В деталях Как Как Не говорит Вашонара Теперь давайте Мы дошли до того Что Значит Мы дошли до 14 Раздела 14 раздел В перечислении Запретов Торы Сейчас Секундочку А нет Мы дошли до 12 пункта 12 пункт Это не будь как корох И как его Как его община То есть не участвуй В махлотетах Не участвуй в конфликтах В скандалах В спорах То есть не Слушай Не разжигай Не участвуй Это Когда человек говорит Злоязычие И из него Выходит спор Какой-то И конфликт Или усиливается То он нарушает Также запрет Вот этот вот Не будь как корох И как его Вся компашка Теперь значит 13 пункт Иногда он говорит Бывает так Значит Что люди Позорят Своего ближнего Своего товарища Ближнего Действиями Которые были Когда-то Или например Бывает такое Вот прямо здесь Так написано Обыбгам мишпаха Например Когда Один кто-то Говорит Что вот Твоя Вот все шутки Про тещу Например Да Они с этой точки зрения Запрещены Когда Или там Шутки про тещу Или Ну вообще Все что может унизить Семью Другого человека Это все запрещено Значит Но многие так делают Они человеку напоминают А вот ты помнишь Как когда-то Ты сделал что-то плохое Или Какой-то они говорят Человеку О недостатке Его семьи Или говорят О недостатке Его ума Или О недостатке Его какого-то Профессионального Уровня То есть Бывает что Люди друг друга Позорят Упоминая Все вот эти Вот Аспекты Да И значит Сейчас Значит Когда это все Происходит Если один другого Начинает Вот так Позорить То он Нарушает Запрет Который называется Есть запрет История Не притесняйте Человек ближнего Своего То есть Нельзя Наносить Ущерб Ближнему Ущерб Бывает Разных Видов И ущерб Который человек Наносит Обижая Другого Он Точно Такой же Ущерб Как и Ущерб Финансовый Например Чем отличается Вот знаете Сейчас есть Например Суды Один другого Там Оскорбил Клевета И так далее И если Через суд Доказано Что это клевета То суд Накладывает штраф И бывает Я сейчас слышал Там какой-то был суд Кто-то кого-то Обвинил в клевете И суд вынес Постановление Пятьсот тысяч шетелей Пятьсот тысяч шетелей Это Например Это В долларах Если почти Двести тысяч долларов Да Почти двести тысяч долларов То есть Получается Что Ущерб Нанесенный Словами И когда Один человек Позорил другого Оценивается Деньгами То есть Нет разницы Украсть Или Оскорбить Оскорбить То есть Это такое же Нарушение Запретатора Притеснять Ближнего Значит Еще хуже Если это происходит Перед людьми То есть Групповое Оскорбление Кого-то Это Еще хуже Да Получается Тот кто Позорит Ближнего Или говорит Про него Сплетни Или говорит Лошонара И это происходит В групповом Формате Значит Кроме того Что есть на него Запрет Злоязычия Сплетничества И все Что с этим Связано Еще и нарушает Не притесняя Ближнего Своего То есть Притеснение Это нанесение Прямого Ущерба То есть Он ему Наносит Своими словами Прямой ущерб Это очень Страшная вещь И Как мы знаем Что многие Многие в этом Не остерегаются Даже близкие люди Иногда Говорят Друг другу Гадости Про семью Друг друга Иногда Они говорят Гадости Про прошлое Друг друга И каждый раз Когда произносятся Вот эти вот Позорящие вещи То В этом случае Нарушается Огромное Огромное Количество Заповедей И Значит Написано Даже в Талмуде В Иерусалимском Талмуде Написана Такая вещь Что Из-за этого Грех Лошонара Грех Злоязычия Он хуже Чем убийство Чем Насилие Чем Ну и так далее И так далее То есть в нем Столько запретов И столько зла Происходит От простых Казалось бы Слов Да Простые слова Которые обижают Которые приносят Человеку Ущерб Это Это Приравнивается Торой К Грабежу К насилию К убийству Вот такая вот история Если Дальше он продолжает В четырнадцатом пункте Если он его позорил Значит Перед другими людьми Если дело происходит Перед другими людьми Например Например Стоит Я не знаю Семейная какая-то Разборка Да И слышат Это другие люди И Кто-то Кого-то позорит Даже если Например На ребенка кричат Да Публично И он Из-за этого Изменился лицом То есть Он Побледнел Побледнел Покраснел Значит Нарушается Еще один запрет Не Не неси за него Грех То есть Есть такой Лотиса Алавхет Не Поднимай на него Грех Написано И Тора Очень в этом Предупреждает Потому что Значит Чтобы не позорить Человека Даже когда ты его Увещеваешь Лично То есть Вот эти вот Все вещи Увещевания Лично Они Даже в этом случае Нужно очень Выбирать слова Потому что Причина По которой ты Человека Собираешься Ругать Она Она может быть Ну вот Представьте Да Например Ребенок Там не ребенок Какой-то человек Что-то сделал Да Он что-то сделал Он опоздал На встречу И второй человек Он Его Начинает Ругать Позорить Ты Как ты можешь Ты всегда опаздываешь Ты там То Ты слова свое Не держишь Ты вообще И вешать на него Ярмо Ты Ненадежный человек Тебе нельзя доверять Это Лошонара Потому что Тот Опоздал на встречу Могло быть Множество причин По которым Он опоздал на встречу Эти причины Могут быть Форс-мажорные От него Независящие И даже И даже Если он Это сделал То У него Не было Намерения Опоздать На эту встречу У него Было намерение Приехать Вовремя Но Он Опоздал Да Он поступил Нехорошо Может быть Но Тот Кто Он Начинает За это Позорить Вешает на него Ярлык А потом Начинает Другим Рассказывать Особенно Если это Происходит Прилюдно То Он Нарушает Намного Больше Запретов И Даже Сказали Наши Мудрецы Что Тот Кто Позорит Человека И делает Его Бледным Красным Прилюдно Значит Он Лишается Доли В грядущем Мире Прямо Так И Написано Что Тот Кто Заставляет Ближнего Побледнеть Публично Нет У него Доли В грядущем Мире Значит Теперь Давайте Здесь Более Подробно Остановимся Более Подробно Остановимся Как Это Работает Значит Вот Спрашивает Надежда Вашинская Если Людину Или Детину Цкуют Я не знаю Слово Цкуют Наверное Увещевают То есть Это Не должно Позорить Его Личность То есть Например Ребенок Или Ребенок Или Человек Совершает Проступок Опоздал Возьмем Опоздал На встречу Вот Допустим Я сижу Жду Человека Жду Человека Он должен был Приехать В Десять Вечера Он Не Приехал И приехал В Десять Тридцать Я В Это Время Когда он Приехал В десять Тридцать Я звоню В это Время К Каким-то Своим Знакомым И Говорю Да Говорю Вот Этот Человек Ненадежный Доверять Ему Нельзя Он Час Я его Жду Он Опоздал На встречу Это Называется Что Это Называется Алашон Злоязычие Потому Что Я его Назвал Ненадежным Я Рассказываю Вещи Которые Его Позорят Значит Теперь Рассказал Я эту Вещь Какому-нибудь Человеку Там Васе Не Васе Давайте Не Васе Раувену Раувену Я позвонил И говорю Знаете Вот этот Вот Саша Ко мне Ехал И он Опоздал На встречу Ему Доверять Нельзя Такой Ненадежный Человек Просто Ужас Опоздал Он На встречу Я бы Ему На вашем Месте Не доверял Вообще Значит Этот Раувен Он Позвонил Позвонил Шимону И говорит Знаешь Мне только что Ицкак Сказал Что Вот этот Вот Саша Он человек Ненадежный Он вообще Преступник И он Он преступник Он реальный преступник Так сказал Ицкак Значит А этот А этот Шимон Он что делает Он звонит Вот этому Вот Саше И говорит Знаешь Что Ицкак Про тебя Сказал Ицкак Про тебя Сказал Что ты Преступник Представляешь А ты еще К нему На встречу Едешь А он Всем Рассказывает Что ты Преступник Приезжает Значит Этот Саша На 30 минут Он опоздал На 30 минут Он опоздал На встречу Потому что Он В это время Я не знаю Там Бабушку переводил Перед дорогу Через дорогу Спасал Трех Голубей Которые Запутались В проводах По дороге Он еще Спас Там Я не знаю Отряд Пионеров Вытащил Из-под автобуса То есть Он 30 минут Он опоздал Но он За это время Успел Сделать Массу Хороших Вещей И Значит Получается Что Когда он Приехал А ему Сказали Что Про тебя Сказали Что ты Преступник И он Приезжает И говорит Этому Ицхаку Да Говорит Не ожидал Я что Ты такая Сволочь Я к тебе Еду Стараюсь А ты Меня преступником Считаешь Ты меня Преступником Считаешь Получается Что в этой ситуации И они поругались Они поругались Из-за этого А еще Вот этот Саша Он публично Ицхака Значит Сказал Что ты Ты-то сам Вспомни Про себя И его Позорит Получается Что Представьте Сколько Сколько Совершилось Греха Почему Потому что Ицхак По телефону Начало Все с чего Лошонара И дальше Каждый Передавал Это злоязычие Дальше Оно Превращалось В сплетню Сплетни Превращались В раздор В конфликт И представляете Сколько зла Произошло Только Из-за того Что один Сказал Злоязычие Этого делать Категорически нельзя И Получается Что от него Все зло От этого Злоязычия Происходит Все зло В отношениях Между людьми Теперь Был вопрос Если Кто-то Ребенка А если Кто-то Другие Ребенка Позорят И так далее Это ужасно Это реально Огромнейшая Проблема Современного Общества Которое Современное Общество Почему-то Возвело В Как бы В правило Что можно Позорить Кого угодно И это идет Вот многие спрашивали А почему телевизор Такое зло Потому что В телевизоре Это стало правилом Позорить Кого-то Ну то есть Вот Просто это Жуть какая-то Да Как люди Относятся Друг к другу С экрана Телевизора Как они Унижают Достоинства Друг друга Как они Друг друга Оскорбляют И так далее То есть Это стало Почему-то Нормой Теперь Если дети Это повторяют Удивительно Было бы Чтобы они Не повторяли То что Делают В школе Да Значит Значит Вот Симона Пишет Да Вот эти вещи Это страшно То есть Дети просто Повторяют То что Они видят У взрослых Они Повторяют Это И У нас Такое сейчас Общество Общество Больное То есть Оно реально С духовной Точи зрения Общество Оно Больное И Еще раз Вот есть Конкретное Правило Ничто Не оправдывает Человека Который Позорит Своего Ближнего Ребенка Друга Супруга И так далее Нет Никакого Никакого В этом Как сказать Оправдания Да Теперь К чему Это приводит Вот Дамир Партнер Он Написал Над боксерами Редко Успевают Посмеяться Вот Просто История Стоит Человек Курит На улице Второй Проходит Делает Замечание Тот В ответ На это Замечание Грубо Отвечает Тот Его Бьет И убивает Это Обычно Вот знаете Как Если вы Посмотрите Убийства Вот эти На улицах То они Все Происходят Из-за того Что Один Другого Позорит Второй Позор Это Как удар И второй Ему Отвечает Только Отвечает Еще Сильнее Все Если бы Люди Были Осторожны В своих Словах Если бы Люди Они Относились Друг к другу С уважением Стараясь Не Не Унизить Честь Другого Человека Не унизить Его личность Не унизить Его достоинства Если бы Люди Осуждали Поступки Других Людей Вот посмотрите Есть огромная Разница Между Человеком Его Поступком Например Если Приезжает Этот Саша Навстречу Он опоздал И тот Ему Говорит Ты знаешь Я тебя Очень люблю Уважаю Ты уважаемый Мной Человек И ты Хороший Человек Я знаю Насколько Ты надежный И сколько Ты добра Для меня Сделал И сколько Мы с тобой Встречались И ты не Опаздывал Вот Сегодня Вот это Твое Опоздание Мне Принесло Неприятное Ощущение Что я Полчаса Прождал Тот Ему Сказал Дорогой Там Ицхак Конечно Извини Пожалуйста Что я Опоздал Сегодня Спасал Бабушек Спасал Детей Может быть Ты Как-то Из-за этого Меня чуть-чуть Простишь То есть Представьте Насколько Мир стал Был Лучше Если бы Люди Осуждали Не друг Друга А действия И даже Действия То есть Человек Имеет Право Человек Делает В день Сто Действий Не нравится Тебе Какое Действие А ты Сам Вспомни Возлюби Ближнего Как Себе Обычно Человек Находит Сто Оправданий Я Тут Я Опоздал Но Я Не Мог Тут Я Не Пришел Вовремя Но У меня Форс Мажор Тут Я Там Сделал Не Сделал Человек Себе Всегда Найдет Оправдание Но Другого Он Будет Прямо Унижать Всеми Словами Нельзя Так Делать Мы Выучили Что Тот Кто Позорит Ближнего Публично И Заставляет Его Побледнеть Покраснеть Нет у него Доли В грядущем Мире Несмотря На Всю Его Тору И Добрые Дела Поэтому Надо Быть Очень Очень В этом Осторожными И Тогда У нас Появляется Шанс Выполнить Главную Заповедь Торы Возлюби Ближнего Как Себя То есть И себя Про себя Тоже Нельзя Кстати Лошанара Говорить Но себя Нет Все Всем Удачи Успехов И Прекрасного Хорошего Дня Чистого От Злоязычия И От Сплетен Вообще Никаких Сплетен Никакого Злоязычия Только Говорим По Делу И Хорошее Все Счастливо